Самое интересное в экономике то, что касается наших с вами кошельков. Зарабатываем меньше, но получаем больше пособий. Доля соцвыплат в доходах населения Хабаровского края растет. По данным Хабаровстата, в первом квартале этого года она почти достигла 22%, а во втором квартале уже превысила 23%. При этом доля зарплаты в доходах среднестатистического жителя края снизилась с 70% до 67%. Доходы от предпринимательства также сократились. Доход от собственности с начала года не поменялся. Расширить применение режима свободного порта Владивосток на все прибрежные территории Хабаровского края предложил Союз резидентов территории опережающего развития. Сегодня преференции СПВ распространены на два района края. Ванинский с июля 2016 года и Советско-Гаванский с июля 2018. Свободный порт Владивосток – это территория, на которой инвесторы пользуются особыми режимами таможенного, налогового и административного регулирования. На сей момент с резидентами СПВ Хабаровского края заключено 23 соглашения об инвестициях и создании новых рабочих мест. Пока к выпуску продукции и оказанию услуг приступили 7 резидентов – 5 в Ванино и 2 в Советской гавани. По данным Министерства инвесторазвития, они уже предложили 2 с лишним тысячи новых рабочих мест. День работников заповедного дела отмечается 14 октября. Но для нас это не только повод поздравить специалистов, но и посмотреть на профессию через призму рынка труда. Свободных вакансий государственного инспектора по охране территории Государственного природного заповедника в крае всего 3. Одна в Нанайском районе и две в Амурском. Это все филиалы Объединенной дирекции Государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края. Зарплаты в пределах 20 тысяч рублей и социальный пакет. При этом рабочий день не нормирован, а среди требований – годность по состоянию здоровья к ношению служебного огнестрельного оружия, тушению лесных пожаров, права на вождение автомобилей, снегоходов и маломерных судов. Экономика всюду. Держим руку на пульсе.